Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш канал «Каривая жизнь на Кипре». Меня зовут Андрей. Меня зовут Юля. И сегодня мы с вами хотим поговорить о стоимости жизни на Северном Кипре в 2023 году. Давайте мы с вами возьмем два гипотетических варианта. Это семья с двумя детьми. Например, одному ребенку 4 года, другому ребенку 12 лет. И на этом примере посмотрим, какие затраты именно у вас будут на Северном Кипре. Мы с вами можем рассмотреть два варианта. Первый вариант – это семья, например, прилетает, она не покупает ни машину, ни квартиру. То есть назовем его бюджетный. И второй вариант – это семья, когда уже хочет переехать, она покупает недвижимость, покупает машину, дает детей британские школы и посмотрим, сколько денег надо на каждый из вариантов. Хотя хочу добавить, что бюджетный вариант – это такой в кавычках. Потому что когда вы будете арендовать недвижимость, арендовать автомобили, вы увидите, что у вас значительно больше денег уйдет на все это. В общем, давайте начнем и посмотрим, что у нас получилось. Итак, первый вариант мы с вами рассмотрим, когда мы не стараемся вложить какие-то деньги в Северный Кипр и пользуемся, например, арендой автомобиля, арендой квартиры. И смотрим, сколько на это выходит денег. Первое по прилету на Кипр, что вам нужно оформить из обязательного – это оформление ВНЖ. Тут мы рассматриваем вариант, что вы не обращаетесь никому, никаким помогаторам, которые помогают это делать за определенные деньги, а делаете все сами. Там, в принципе, ничего сложного. На нашем канале есть видео, как это сделать. Сейчас мы еще сделаем более обновленные, там немножко поменялись условия. В общем, самое первое – это оформление ВНЖ. Ориентировочно по стоимости это получается со всеми затратами, со страховкой, с медицинскими анализами около 400 долларов на человека. Это ваш самый первый платеж, который вы будете делать на Северном Кипре. Но вам эти деньги будет отдать не сразу, а где-то в течение полугода сейчас делается. То есть это довольно-таки небыстрая процедура. При этом хочу забавить, что вы должны подготовить также около 30 тысяч долларов, если вы по аренде делаете ВНЖ, на своем счету банковском, на одного человека. Да, у вас эти деньги должны быть на счету, и вы должны ними пользоваться. То есть раньше многие люди пытались схитрить, они брали, например, у знакомых долг, клали там на день, брали справку, то сейчас уже такое не прокатит, и за этим очень строго следят. То есть если вы сделаете так, положите, снимите деньги, в следующий раз вам могут просто не открыть ВНЖ. По приезду на Северную Кипр ваш телефон будет работать с местной симкой всего где-то 3 месяца, и после этого ваш слот сим-карты заблокируют, и вам надо будет телефон растамаживать или регистрировать, как это назвать лучше. Стоимость регистрации зависит от модели телефона, от года, от памяти, и составляет где-то от 30 до 500-600 долларов за новые дорогие модели айфона или самсунга. То есть это тоже достаточно, если у вас хороший телефон, это будет достаточно большая статья затрат. А, но хочу добавить, что если вы приехали на Северный Кипр, например, в октябре, и пользуетесь телефоном на октябрь, ноябрь, декабрь, то с января следующего года это все обнуляется, и вы снова можете пользоваться 3 месяца. Такая фишечка. Ну, все равно это не очень удобно, потому что... Но есть время как раз-таки собрать денег на растаможку. Да, то есть если вы не собираетесь длительное время тут задерживаться, то можете эту статью исключить, или вы приехали осенью и уезжаете, например, весной, то можно где-то его и не растамаживать. Ну да, потому что когда 2-3 члена семьи, каждому заплатить по 300-400 долларов, тоже такая кругленькая сумма получится. Ну, либо как вариант покупать телефоны уже на Северном Кипре, они уже продаются в растаможенную, но стоимость телефона обычно включается в вот эти деньги. Можно смело прибавлять в стоимость растаможки к стоимости телефона. Рассказывая про бюджет, который вам понадобится на Северном Кипре, мы рассказываем про ВНЖ, про расплакировку телефона. Это такие затраты, которые, казалось бы, не сильно затратами, но на самом деле они наравне с арендой квартиры или автомобиля. Ну, это, заметьте, мы говорим сейчас именно про разные платежи, когда вы приезжаете на Северный Кипр, что вам надо будет обязательно сделать. Да. И также я хочу добавить вот к таким затратам получение кипрского водительского удостоверения, потому что сейчас оно тоже такое недешевое удовольствие, и вы не сможете просто через, ну, когда получите ВНЖ, даже через три месяца просто пользоваться автомобилем, если вы не отучитесь в школе. Сейчас, кстати, как-то новый закон вышел, что нужно, можно получить ускоренно, но при этом заплатить в три раза дороже стоимость обучения. Стоимость обучения около 200 тысяч лир. Да, сейчас, но она постоянно дорожает, она зависит от курса лиры к доллару, да, но сейчас в районе 10-12 тысяч она уже стоит. 400-500 долларов стоит учиться в автошколе, если хотите ускоренно, то, ну, 1200. Ну, опять же, да, это на каждого члена семьи можете посчитать, то есть, кто будет ездить на машине, то есть, даже двое взрослых, это уже немало получается. Ну, теперь мы рассмотрим обязательные ежемесячные платежи, если вы будете снимать квартиру, именно снимать квартиру и снимать автомобиль, то есть, вы ничего не будете покупать. Первое, это аренда квартиры плюс Айдат, который вы будете платить в комплексе Туя, где вы живете. Айдат – это ежемесячная плата за обслуживание комплекса. Для этого нужно заплатить депозит, обычно требует один или два депозита. Ну, это возврат, то есть, ну, как бы, не знаю, корректно или некорректно включать это в платежи, но у вас должны быть эти деньги, скажем так. И просят обычно, когда снимаешь на долгосрок, минимум на три месяца оплаты. Мало кто просит, если их квартира хорошая, мало кто просит за один месяц. Три-шесть месяцев, а то и за год наперед. Тоймость аренды совершенно разная, но ориентируйтесь от, я говорю про приличное, от 500 фунтов, ну, и выше, там, 500, 600, 700, 800. 500 фунтов фотостудия. Это один плюс один, достаточно простая, ну, нормально, в принципе, один плюс один можно в 500 фунтов. Ну, опять, цены же варьируются в зависимости от района, от того, сколько лет комплексу, сколько лет дому. То есть в Аскеле могут быть одни цены, в летний сезон там одни цены, если снимаешь на долгосрок другие, в Алсанжаке, в Лапте, там, Коршияка, там могут быть тоже совершенно разные, но более-менее нормальная квартира начинается от 500 фунтов, да, и заканчивая улетает в небо, если снимать виллу. Ну, если виллу снимать, например, виллу хочешь снимать, там, и две тысячи, две с половиной, ну, для большой семьи тоже большие квартиры по большому счету. Также второй пункт затрат – это аренда автомобиля, потому как на Северной Кипре очень слабо развита общественный транспорт, то аренда автомобиля для полноценной жизни будет вам просто необходима, потому что это надо завести детей в школу, забрать, либо платить за трансфер что-то, сейчас очень немаленькие деньги, мы не будем касаться, будем считать, что вы отвозите своих детей в школу сами. Ну, и плюс все равно куда-то съездить на пляж, в магазин за продуктом, без машины тут очень сложно. Да, и некоторые не понимают, что аренда автомобиля выходит даже дороже, чем аренда квартиры, или, ну, сопоставимо. Да, ну, в среднем у нас получается где-то в зимний сезон, скажем, не сезон, не летний, это 25 евро в сутки, 25 евро – это какой-нибудь старая фиеста. Ну, а нормальные автомобили 30-35 евро в сутки – это где-то 600-700 евро, если брать на месяц, получается. Минимально 600-700 евро – это аренда автомобиля. Следующий пункт, который мы рассмотрим, так как мы рассматриваем семью с детьми, это будет обучение в школе и детские сады. С этого года обучение в школе, в детских садах очень сильно подняли. То есть мы рассмотрим, например, на примере Алсанжака и Ниджат Бритиш Колледж. Стоимость обучения от 4,5 – это самые младшие ребята, которые там в 4-5 лет идут в школу, это классы подготовки, и заканчивают где-то 7,5 тысяч фунтов – это старший класс. И, ну, другие школы там брать – Дуа. Не арест. Да, Дуа, не арест. Ну, не помню, 4,5 – 4 тысячи фунтов. Ну, примерно плюс-минус просчитывать на эти деньги. То есть 6 тысяч за ребенка, который… от 4,5 до 7,5 тысяч за ребенка, который учится в школе. Это мы берем частную школу, либо английскую, либо турецкую, потому что на данный момент вообще очень сложно устроиться в турецкую школу. Потому что там полное обеспечение государства, учителя бастуют, поэтому придумывают законы, что в турецкую школу могут только прийти дети, сдав экзамен на турецком языке. В общем, никто их тянуть не будет, хотя образование в турецкой школе неплохое. И хочу, кстати, добавить, что вот обучение в школе стоит около там 6 тысяч фунтов. И я говорю про взрослого ребенка. И детский садик. Детских садиков бесплатных нету, и стоимость детского сада 300-400 долларов в месяц приблизительно. То бишь за год это около 5 тысяч долларов детский садик. Ну да, это тоже большая статья затрат на семью. Это школы и детские сады. Итак, следующим таким важным пунктом, от которого никто не уйдет, и это обязательные затраты, это питание. Я больше замечаю цены на еду и занимаюсь покупкой. Скажу, что как хочешь крути, не крути, но в среднем на питание, на бытовую химию, на какие-то средства гигиены, ребенку на вкусняшку попить, где-то кофе. Приблизительно мы тратим от 1000 до 1400 лир в день. Ну, приблизительно, если смотреть на курс, то сейчас курс 27, это 50 долларов мы тратим вот на такие расходы обязательные. Мы семья такая среднестатистическая, мы не курманы, я не скажу, что мы много едим, мы мало, в среднем, достаточно качественно относимся к своему здоровью и, следовательно, к питанию. Не пропускаем приемы пищи, не сильно голодаем. Поэтому, мне кажется, на нас можно ориентироваться. Ну, я скажу еще, за вот это лето очень сильно все подорожало. Если мы уезжали в начале июля и приехали в начале сентября, мы сразу заметили, насколько сильно подорожали цены и в магазинах, и в ресторанах. Это где-то на 30-50 процентов. То есть это видно уже невооруженным глазом. Смотришь на ценники и думаешь, как это за два месяца настолько могло выросло. Вроде курс доллара не так сильно вырос, но в лирах все очень сильно подорожал. Так что уже сейчас и в магазинах смотришь на цены, то есть всегда что-то подешевле где-то можно купить. И в ресторанах. В ресторанах, например, сейчас ценник, салат где-то 200-300 лир, горячая, 500-600. Как говорю, процентов на 20 точно было дешевле. Так что сейчас уже стоит задуматься перед тем, как пойти в ресторан, то есть посчитать, сколько потратишь. В средний поход у нас получается салат съесть какой-нибудь без спиртного. 50 долларов? Это минимум. Это минимум 50 долларов, чтобы поесть. Если хорошо поесть, там долларов 100-120 надо. А три года назад было 20 долларов на все. С алкоголя даже. Так, идем дальше. Следующие расходы – это коммунальные платежи. Обычно что мы подразумеваем под коммунальными платежами? Первое – это электричество. Второе – это Айдат, плата за обслуживание комплекса. Сюда же мы включаем газ бытовой, который в газовых баллонах. И это связь. Это домашний интернет, это оплата мобильных телефонов. Сейчас мы расскажем на нашем примере, сколько у нас получилась оплата коммуналки за сентябрь 2023 года. Электричество за сентябрь мы заплатили полторы тысячи лир. Нам пришел счет на полторы тысячи лир. При том, что не выключали, три кондиционера постоянно пользовались, потому что был очень жаркий сентябрь, это как сезон является. Да, то есть у нас работали три кондиционера. Постоянно работала стиральная машина, постоянно работала сушильная машина. У нас вообще на Северном Кипре дифференцированная система оплаты электричества. У нас есть определенный промежуток времени, когда оно стоит дешевле. Это дневные часы, ночные часы. Электричество стоит дороже с утра или вечером, когда люди уходят на работу, приходят с работы. Вот у нас как бы не особо смотрели, мы и утром, и вечером, и получился полторы тысячи лир. Хотя многие говорили, платили и по три, и по четыре, и по пять тысяч. Но опять же, это зависит от того, какая у вас стоит техника дома. Если у вас стоят хорошие, энергосберегающие бытовые приборы, то тогда кондиционеры, холодильники, стиралки, духовки, то тогда получится у вас, как у нас примерно, полторы-две. Но это опять же изначально, когда вы будете либо покупать технику, то есть она изначально стоит дороже, именно энергосберегающая. Если у вас старая, вы снимаете квартиру, у вас старые стиралки, старые кондиционеры, то уже готовьтесь, платите и три, и четыре, и пять тысяч, у вас может выходить в месяц электричества. Также в коммунальные платежи мы добавим воду. На Северном Кипре вода недорогая, в месяц 10 долларов вам понадобится. Газ немножко в баллонах подорожал, но его хватает уже на 2-3 месяца, и он стоит порядка тоже там... Ну, не такие значительные стопи. 40 долларов, 30 долларов. Ну, то есть это такие затраты, которые вообще незначительные, мы на них даже особо и не будем акцентировать внимание. Айдат в некоторых комплексах также есть и по 10-20 долларов, есть Айдаты и по 100 долларов, поэтому это все зависит от комплекса. Наш комплекс, он достаточно считается... Ну, он один из самых лучших, да, вот в нашем районе, наш комплекс. Потому что здесь охрана 24 на 7, тренажерный зал, у нас бассейн, у нас красивая территория, которую всегда убирают. Ну, вот на сегодняшний день мы платим... Сколько ты заплатил? 2000 лиры, получается, сейчас месяц идет Айдат. 70 долларов. 70 долларов, да. Если брать картьярд в скеле, тоже один из лучших комплексов, то там, по-моему... 60 фунтов. 60, тоже плюс-минус там примерно. Ну, то есть можете... И в некоторых доходит там до 100 долларов. То есть это зависит, опять же, от комплекса, от местоположения. То есть вы можете платить от 10 до 100 долларов, скажем так. А квартиру, которую мы продали, 1 плюс 1, мы платили 5 долларов Айдат. Да, то есть тут разбежка. Ну, в среднем 50 долларов берите Айдат. В среднем на комплексе. С бассейном, с какой-никакой инфраструктурой. Ну, и последний из затратов, это оплата связи, это домашний интернет и оплата телефона. Домашний интернет сейчас стоит где-то от 200 до 600 лир, в зависимости от скорости, от тарифа. Как вы знаете, интернет тут не ахти. То есть у нас стоит компания Multimax. Это как бы один из лидеров на рынке интернета Северного Кипра. И у нас максимальный... Один из максимальных тарифов, мы за него платим 500 лир в месяц. 20 долларов? 20 долларов. И за телефоны сколько в каждом? Тоже где-то по 15-20 долларов, да? Ой. Ну, за телефоны в среднем счет, с хорошим трафиком, с местными звонками, где-то 400-500 лир на человека. Вот пришли наши уборщики. У нас в нашем комплексе целыми днями что-то стригут, подметают там. Поэтому вот, возможно, сейчас услышите шум. Sorry. Извержающий момент. Если вы арендуете автомобиль, вам не надо оплатить за ТО, вы оплачиваете только топливо. У нас в среднем, получается, я заправляюсь где-то на 1200 лир, это 40 литров топлива, мне хватает на неделю. Ну, можно сказать, на топливо уходит, если не очень много ездит, если вы не перемещаетесь там по острову целыми днями, то в районе 200 долларов это затраты на топливо. Итак, если подытожить, то для семьи, которая прилетела на Северный Кипр, два взрослых, два ребенка и решила арендовать квартиру, автомобиль, также будет тратить деньги на образование, на детский сад, на питание, на коммуналку, на топливо, то это обойдется от 4 тысячи до 4 с половиной тысяч долларов. Если приезжает семья и мы убираем аренду квартиры и автомобили, они покупают, то, следовательно, затраты будут составлять около 3 тысяч долларов. То есть у нас на сегодняшний день с образованием детей, детские садики, вот это все затраты, которые мы сказали, около 3 тысяч долларов. Ну вот мы с вами сейчас проговорили первый вариант, когда вы не хотите особо вкладываться, покупать автомобиль, покупать недвижимость. Сейчас мы рассмотрим с вами именно второй вариант, когда вы приезжаете, покупаете что-то из недвижимости, квартиру, дом, покупаете автомобиль. Если рассматривать долгосрочную перспективу, то мы посчитали, что мы переплачиваем 30 процентов, то есть если бюджет, вот если вы арендуете 4,5, если не арендуете, а ваши тут 3 тысячи, то 30 процентов вы переплачиваете каждый месяц за аренду квартиры из вашего бюджета месячного, за аренду квартиры, за аренду автомобиля. Ну, опять же, надо рассмотреть ситуацию, при которой вы делаете именно недвижимость, делаете вклад, недвижимость дорожает. То есть вы сами можете посчитать, например, если вы покупаете квартиру, то как минимум за эти же деньги, за которые вы ее купили, вы ее продадите потом. А если вы будете снимать, вы можете, вы просто потратите сумму, которую вы могли бы заработать. Да, поэтому, если планируете жить на Северном Кипре, то, конечно, лучше покупать недвижимость. Если вы хотите, чтобы у вас дети 5-10 лет здесь жили, то это выгодно и купить, чтобы пользоваться. И также вы можете уехать, кстати, сдать в аренду и получать доход. Ну, либо продать и вернуть все эти же деньги. И это также касается и автомобилей. Если вы покупаете автомобиль, сколько в среднем стоит автомобиль? Ну, самый простой автомобиль, вроде Note, 4-5-летнего, будет стоить в районе 15 тысяч фунтов. То есть, нормальный автомобиль начинается от 15 и выше. А в год за аренду вы платите только где-то 6-7 тысяч фунтов. То есть, за 2-3 года машина отбивается полностью? Даже меньше, да? При том, что цены на автомобили сейчас не падают, они за последние 2-3 года выросли процентов на 30. То есть, вы тоже ничего не теряете. Если вы купили там машину, за 15 тысяч на 3 года проездили, и за 15 тысяч вы ее и продаете за эти же деньги. Ну да. А за 3 года вы за аренду отдадите сколько бухгалтер? Ну, около 20 тысяч. Ну вот и просто посчитайте. То есть, если вы планируете жить, планируете учить детей, то, как мне кажется, намного выгоднее купить недвижимость, купить машину. Конечно, если есть деньги на все это. На самом деле это будет намного лучше, чем снимать. На долгосрочную перспективу это намного лучше. Можно, кстати, кому-нибудь в аренду ее потом также издать автомобиль. И по поводу покупки недвижимости. При том, что сейчас недвижимость, стоимость недвижимости увеличилась на 20-30%, а то и на 50, сейчас немножко так спад произошел, то я скажу, если вы покупаете недвижимость, даже она вам полностью выходит со всеми налогами, со всем-всем-всем, например, 1150-200 долларов, то когда вы будете, если вы будете снимать в аренду такую квартиру, то вы будете в месяц платить 800, долларов, около 10 тысяч долларов в год. То есть, в принципе, за 10-15 лет отбивается эта недвижимость. Либо вы сами живете, либо зайдете в аренду. 20 лет это вообще это вилла, наверное. Также мы считали недвижимость, которая в наших городах, тоже. Там, в принципе, лет 15 нужно, чтобы отбить. То есть, цены здесь, они ничего такого сверхъестественного, как везде. Сказать, что тут можно купить квартиру за 5 лет отбить, ну, это неправда. Можно вбить, наверное, если какой-то там ажиотаж и какой-то внешний фактор, вот как был, например, такая аномальная ситуация на рынке недвижимости. А если обычная, то, в принципе, это обычный вклад. Да, то есть, мы сейчас говорим именно в контексте того, стоит ли покупать недвижимость или стоит снимать и что выгоднее. да, что выгоднее. Поэтому первый вариант при аренде недвижимости и второй вариант, и автомобилей, и второй вариант покупки автомобилей недвижимости, они отличаются только вот на эти два пункта. И, конечно же, в бюджете это ощутимая разница. 3000 долларов и 4,5. Ну, тут основное отличие, что у вас должны быть деньги именно на старт и вот этот капитал, на старт и взнос, именно когда вы приезжаете на Северную Кипрю, на покупку автомобилей и квартиры. Если они у вас есть, то выгоднее купить. Ну, и плюс ко второму варианту добавляется это, опять же, если вы покупаете автомобиль, это обслуживание на того, то тут надо делать довольно-таки часто, как тут жесткие условия, это постоянно жара, постоянная пыль, то есть тут рекомендуется того делать ну, хотя бы раз в 10 тысяч, желательно 7,5. И, опять же, в зависимости от класса автомобиля у вас могут быть тут дополнительные расходы, например, на ремонт, на ТО, так что их тоже учитывать. Они могут быть немаленькие на острове. Так как это остров, запчастей тут немного, их обычно заказывают либо с Южного Кипра, либо с Турции, либо если официальные дилеры везут из Германии, опять же, это логистика и стоимость запчастей намного выше, чем где-то на островных государствах. Итак, дорогие друзья, мы сегодня рассказали вам про средние затраты, которые несет семья во взрослых два ребенка на сентябрь 23-го года. Напишите, сколько в ваших странах вы тратите денег на семью из двух взрослых и двух детей. Конечно, следует учитывать, что в ваших странах там нет определенных расходов, которые есть, когда ты приезжаешь в чужую страну, это расстановка телефонов, ВНЖ и прочие расходы. Зато здесь не нужно покупать зимнюю одежду, там комбинезон такой, комбинезон этакий, одному ребенку, второму себе, пуховики, обувь, обувь осенняя, обувь такая, на прогулку, кроссовочки одел и вперед. Затрат на одежду тут меньше, конечно, чем в странах, где сменяемость сезонов. Тут примерно плюс-минус только, может, три месяца зимы где-то надо что-то потерять в этот костюм, остальное надо шорты, майки. Так что тут все это дешевле получается. Друзья, мы ждем от вас лайков, комментарии, потому что нам бы хотелось, чтобы наш канал пробивался наверх в Ютубе, а без этого никак не получится. Так что, если вам нравится ваше видео, обязательно подпишитесь, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, тогда алгоритмы Ютуба будут продвигать наше видео и очень много людей сможет его посмотреть. Я считаю, что это видео было довольно-таки полезным для всех, кто хочет переехать на Северный Кипр. До новых встреч, встречаемся на Кипре. Пока-пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok